Более 8 тысяч молодых ямальцев подключились к всероссийской культурной программе «Пушкинская карта», в их числе и муравленковцы. Проект, который реализуют с начала сентября, позволяет сделать посещение учреждений культуры на всей территории страны доступнее для молодёжи. В июне этого года президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры за счёт средств государства. Президент выразил надежду, что молодёжь воспользуется этой возможностью и сможет посещать учреждения культуры не только в своём регионе, но и по всей России. Президент поручил правительству разработать механизм, который поможет каждому желающему, юноше или девушке в возрасте 14 до 22 лет, приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счёт. В этом году номинал карты составит 3000 рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры. Их количество будет расти из месяца в месяц. Напомню, на Ямале продолжается год талантов, и список событий, которые можно будет посетить в рамках проекта, растёт. В нём уже более 150 только ямальских мероприятий. Оформить карту может любой гражданин от 14 до 22 лет за считанные минуты. Чтобы получить заветную карту, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуги или в специально созданном приложении для мобильных устройств. Обязательно свою учётную запись нужно подтвердить. После этого нужно скачать приложение госуслуги «Культура» и там привязать свою карту, выбирать мероприятия и, собственно, их посещать. Потратить деньги с карты можно только на культурный досуг. Например, купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории. Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно. Средства зачисляются на карту государством один раз в год. Выбрать желаемое культурное мероприятие можно на сайте культура.рф. Для того, чтобы выбрать мероприятие, нужно обязательно посетить сайт учреждения, куда вы собираетесь, увидеть для себя, что там есть мероприятие по Пушкинской карте и непосредственно направиться в учреждение, либо оплатить этой картой билеты онлайн. Главное – просто выбрать мероприятие, которое привязано к этой программе. Они все отмечаются специальными иконками. Пушкинская карта действует на территории всей России без ограничений. В Муравленко использовать карту молодые люди смогут при посещении городского Дома культуры. В Доме культуры Украина можно будет посещать спектакли и концерты. Очень много ребят думают о том, что можно будет посещать кино, но это не так. Мы посещаем только концерты и спектакли. Ученица многопрофильного лицея Аделия Маматулина проектом «Пушкинская карта» заинтересовалась в начале учебного года. Узнала о нем из соцсетей. Успешно прошла регистрацию на сайте госуслуг. Множество подростков по всей России, как и мои друзья, как в том числе и я, уже оформили свою пушкинскую карту. На грядущих новогодних каникулах я с семьей планирую съездить в Москву, где с удовольствием посещу политехнический музей. Также хочу побывать в Московском музее современного искусства и в музее космонавтики. Само собой, билеты туда я буду приобретать при помощи пушкинской карты. Проект планируется сделать долгосрочным. В 2022 году получившие карту смогут потратить на свой культурный досуг уже 5000 рублей. Анна Мария, Сергей Лукович, Новости Муравленко.